МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В столице республики заработало колесо обозрения. Первыми на новом аттракционе покатались чиновники правительства. Впервые в Дагестане в конно-спортивном комплексе «Зевра» прошел настоящий олимпийский конкурс. За ходом мероприятия следили наши корреспонденты. Кубок Дагестана едет в Касумкент. Команда из Сулеймонстальского района выиграла свой первый трофей национальной футбольной линии. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на резонансный сюжет 5-го канала об ужасающем состоянии фельдшерско-акушерских пунктов в горах Дагестана. Напомним, в эфире новостей были показаны медики, которые работают в средневековых условиях и открыто говорят о миллионных хищениях при строительстве ФАПов. Ключевым моментом в сюжете наших коллег стала история инвалида, у которого отнялась рука, потому что в местном медпункте ему своевременно не оказали помощи из-за отсутствия необходимых медицинских средств. Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Дагестану Анатолию Щурову проверить все озвученные журналистами факты. В Махачкале заработало 50-метровое колесо обозрения. Объем вложений в объект составил более 150 миллионов рублей. Создано 15 рабочих мест. Колесо оснащено 14 закрытыми кабинами с кондиционерами, поэтому любоваться городом из них будет комфортно в любую погоду. На торжественное открытие нового городского аттракциона прибыл председатель правительства республики Абдул-Муслим. Абдул-Муслимов сразу после перерезания символической красной ленты премьер-министр вместе с коллегами и детьми-сиротами, приглашенными на мероприятие, сделал первый круг на новом аттракционе. Абдул-Муслимов поздравил горожан с Днем России и назвал открытие колесо обозрения одним из запоминающихся и ярких событий для Махачкалы за последнее время. Встреча на одной из запоминающихся и ярких событий для нашего города торжественном открытии в центре города нового колесо обозрения. Хочу поблагодарить инициатора и автора данного проекта Ярхаму Альберта Федеировича. Благодаря профессионализму, качественному и ответственному выполнению должностных обязанностей, целевым устроенностей и идельских качеств, Альберта Федеирович достиг значительных успехов и занял достойную позицию на рынке строительства в Республике Татарстан. По просьбе предыдущего руководства Республики, Альберта Федеирович за счет собственных средств, объем которых составляет более 150 миллионов рублей, построил такое прекрасное сооружение, создал 15 рабочих мест. Хочу поблагодарить и главу Республики Татарстан, Меликова Сергея Алимовича, за то, что поддержал этот проект и оказал содействие в отделении земельного участка. Мы видим, что территория парка вокруг этого объекта значительно преобразилась. Посадим новые деревья, и его природный комплекс максимально сохранен. Хочу отметить некоторые положительные характеристики данного объекта. Высота колеса чуть больше 50 метров. Оно оснащено 14 закрытыми кабинами с кондиционерами, и поэтому любоваться городом, из них будет комфортно и в любую погоду. Я думаю, никто не сомневается, что новый объект стал украшением этого парка, и я уверен, что это колесо обозрения будет новым местом притяжения значительного числа Махачкалинцев и гостей столицы. Общегородской велопробег состоялся в Каспийске. Любители двухколесного транспорта, спортсмены, общественники и обычные горожане посвятили велопробег Дню России. Отправной точкой стал городской парк имени Халилова, а финишная прямая – площадь Ленина. Все велогонщики от юных каспийчан до взрослых отметили, что подобные патриотические мероприятия играют важную роль в единении горожан. С текущими событиями, да, как-то в душе проснулось такое патриотическое настроение, да, и вот так вот увидел тоже, что вот такой вот, можно сказать, велопробег намечается, и как-то захотелось тоже все. В инстаграме услышал, что нам собраться, поддержать нашу большую Россию, нашего президента. В Муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди посетил Агульский район. После встречи с местной администрацией шейх в сопровождении главы муниципалитета и других гостей осмотрели ход реконструкции мечети в райцентре Тпиг. Далее в селе Реча духовный лидер также посетил местную мечеть, после чего здесь состоялся общий манжелис, где шейх обратился к собравшимся с наставлением. Мы привыкли все время искать недостатки и искать причину в других людях, в чиновниках, власть имущих. Я вас призываю, как родных своих братьев, как своих сыновей, чтобы все время на эту недостатку не смотрели, а наоборот, благодарили Аллаха во всех ситуациях. Вот к этому я вас призываю. Программа визита также включала в себя посещение музея и ознакомление с историей района и бытом его жителей. Комфорт, эффективное лечение и заботливые врачи. Так отзывается о третьей городской больнице Магомеда Бакаров, один из первых пациентов, который прошел очищение в отделении детокса. Это было почти год назад, когда здоровье мужчины ухудшалось с каждым днем, и думал, что вылечить его смогут только за границей. Теперь он благодарит муфтия республики, которая лично посоветовала ему пройти лечение в третьей городской. Хамзанур Магомедов продолжит. Магомед Абакаров – один из первых пациентов, который прошел очищение в отделении детокса. Это было почти год назад. Здоровье дедушки ухудшилось с каждым днем. Он готов бы уже отправиться за границу. Теперь вспоминает, как муфтия республики лично посоветовала ему пройти лечение в третьей городской больнице. Раньше я тоже знал у меня, но вызывал. Давай, говорю, будем тебя лечить, как положено здесь. Не там, где-нибудь в Узбекистане, там где-нибудь в Ленинграде. Я вылечу, говорю, у вас здесь. Дадим врача, дадим палату. Создадим условия, которые нужны тебе. То, что он сказал, он делал. Он делал, и врачи делали. Да, им тоже здоровье, вот этим врачам, особенно врачам. Как здесь, я не видел, нигде за этими посетителями смотрят и их уважают где-нибудь в другом месте. Вот это очищение, самое главное, вот это очищение помог мне очень даже. Очень сильно помог. И вот спустя год здесь же открывается второй этаж детокса отделения. В торжественном событии участвует основатель медучреждения муфти Дагестана, шея Ахмада Фандия, главы столичных больниц и общественники. Супруга и советник духовного наставника Айна Гамзатов отметила, что их семья в первую очередь на себе применила предлагаемую методику очищения организма. Отделение открыто уже почти год, но сейчас мы, все это ключевое событие, потому что мы его расширяем. Мы вынуждены были его расширить, потому что мест не хватает, палат не хватает. И поэтому сегодня шестой этаж дополнительно открывается. Для того, чтобы вам это предложить, мы в первую очередь попробовали все, о чем говорят врачи, на себе. И наш шейх, и наша семья. Поэтому я думаю, что нам всем это заваляло, чтобы так и было. Гости осмотрели новые современные палаты и процедурные кабинеты. Здесь представлены как стандартные, так и люксовые номера. Теперь после расширения детокс-отделения сможешь принимать до 80 пациентов одновременно. Наверное, такого уровня отделения у нас в республике точно нет. Может, за пределами мы где-то найдем. И для жителей республики открывается возможность получить очень качественные очистительные процедуры. Ведь вся медицина, все здравоохранение строится на профилактике заболевания. Я надеюсь, что оценят жители нашей республики, попробуют это, и мы получим качество жизни совсем другое. Пациент, прежде чем пройти очищение организма, здесь же проходит полное обследование. И только после назначения врача ведутся оздоровительные процедуры. В среднем пациент находится в стационаре от 5 до 15 дней. У нас специалисты, которые получили направление, именно выезжали за пределы по обучению в соответствии лечения с Кораном, по книге. То есть это специалисты, обученные по нормам и канунам ислама, которые непосредственно уже оказывают здесь это назначение, лечение. В отделении имеются у нас терапевты, которые осматривают пациентов, гинекологи, врачи, которые непосредственно женщинам, их какие-то проблемы обсуждают, назначают и начинают уже непосредственно лечить их. Вместе с очищением одновременно мы подбираем ему комплекс лечебно-здоровительных процедур. Это у нас иглотерапия, массажи, физиопроцедуры, соляная шахта, потом ванны, фитобочка, грязелечение. Кому что подходит, в зависимости от того, какое сопутствующее заболевание у пациента, мы подбираем процедуры. Особенно это будет полезно для людей с лишним весом, у кого инсулинорезистентность. А так, само очищение раз в год, раз в полгода я рекомендую, начиная с самого себя, всем проходить. Чтобы организм очистить от токсинов, от шлаков, от паразитов, чтобы организм был здоровым, иммунитет чтобы укрепить. Как утверждают специалисты в области медицины и религии, основная причина практически всех заболеваний – неправильное питание. То, что Всевышний Аллах сотворил нам разные яства, разные блага и имеющие разный вкус, они созданы в первую очередь для того, чтобы это придавало человеку силы и энергию, а потом удовольствие. Поэтому от рациона в первую очередь нужно требовать пользу для организма, а потом удовольствие вместе с этим. За год работы и отделения процедуры очищения и оздоровления организма здесь прошли более 500 человек. Это стало для многих причиной исцеления тяжёлых заболеваний, которые мучили их на протяжении многих лет. Такой методики, как здесь, щадящей и результативной я, например, в других местах не нашла. В 90-х годах мне поставили такой диагноз в Ростове, в ростовской больнице. Синдром хронической усталости. И теперь вот после этого детокса, ну, для меня этого диагноза нету. Иншаллах Рахмана. Суточное пребывание в стационаре детокса будет стоить от двух до пяти тысяч рублей. В эту стоимость входит и обследование, питание и весь спектр оздоровительных процедур. Больница расположена на улице Сепараторной, 4. Обратиться за помощью может любой желающий. Росгвардейцы Дагестана стали участниками донорского марафона. Акция прошла в преддверии Международного дня донора и Дня России. Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Республике Дагестан сдали для нужд медицинских учреждений региона более 15 литров крови и плазмы. Все участники марафона прошли предварительные медицинские осмотры и заполнили специальную анкету о состоянии здоровья. Всего процедуру донации прошли более 40 росгвардейцев. И к новостям спорта. Кубок Дагестана по футболу едет в Касумкент. Команда из Сулеймонстальского района выиграла свой первый трофей Национальной футбольной лиги. В финале игроки клуба Кюре обыграли команду Казбек. Подробности матча в сюжете Курбана Рагимова. Более 30 лет на страже ворот. Керим Селимов самый возрастной участник турнира в НФЛ. Мужчине 51 и он все еще показывает отличную реакцию. В финальной игре с Казбеком голкипер Кюре не раз вставал на пути мяча и тем самым внес свою лепту в эту победу. Вы правильно поймите меня. Да, я везде играл и за границей, и в Узбекистане. Ну что, в 51 год кубок Дагестана, вот это мое счастье стало, вот честно говорю. Вот им спасибо ребятам, всем, команде Кюре. Вот за это им спасибо. Меня хоть два часа ночи разбуди, я поеду играть. Дальше будете играть еще? Здоровья Аллах позволит. Я, честно, в душе кого-то 30 лет. Выхожу на поле, я забываю все подряд. Исход финала Кубка НФЛ Дагестана предрешили два быстрых гола форварда Кюре Саида Гашимова. В 15-й минуте команда из Касумкента вела 2-0. Такое начало было для Казбека обескураживающим, сказалась недооценка соперника. Футболисты из Сулеймянстальского района закончили чемпионат на 13-й строчке из 18-й. Кубок у нас начал разыгрываться со стадии 1-16. Каждая команда на пути к финалу провела по 4 встречи. И сегодня получается финал, пятая игра для каждой команды. Я думаю, так если анализировать, в принципе, путь для Казбека, хоть это немножко странно скажется, да, команда Казбек на втором месте, Кюре там 10-й и 12-й. И Казбеку было тяжелее этот путь к финалу преодолеть. 2-3 встречи буквально в конце на зубах команда выигрывала и проходила дальше. Но, как говорится, финал состоит из одной игры. И видим, что Кюре настроился и пока ведет. Казбек включился в игру только во втором тайме и даже имел шансы вырвать как минимум ничью. Но раз за разом Кюре выручали защитники и многоопытный голкипер. Только за минуту до конца команда в белой форме сумела отпитать один мяч. На большее не хватило ни сил, ни времени. Несмотря на поражение в решающей игре, команда Казбековского района тоже может занести сезон себе в актив. В этом году она впервые выиграла серебро по итогам регулярного чемпионата. Получилось, да, как получилось. Может, чуть-чуть недонастроились, что ли. Но соперник больше заслужил, наверное, поэтому и выиграл. Конечно, настрой был на первое место, но второе место тоже для нас. Как бы первые медали, мы третий год здесь играем. И сперва шестые, потом четвертые, сейчас вторые. Шаги остались от чемпионства тоже в лиге. Чуть-чуть не повезло, можно сказать. Ну, в кубке тоже третий год подряд уже выходим в финал. И только один раз удалось поднять кубок. Как суждено было, значит. Кюре впервые завоевывает кубок в Национальной футбольной лиге. Теперь команда из Касумкента попытает счастье в борьбе за еще один трофей. В сентябре игра за суперкубок НФЛ против школы имени Шамляу Маханова. Курбан Рагимов, Салмаги Тихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин